Приветствую вас. Я бы на самом деле больше говорил бы про, не привычку даже, а больше про то, что вашему организму просто легче, когда меньше количества еды. Вот он привык к меньше калорийной еды, привык к самым нагрузкам меньше, все-таки калорийная еда, она такая достаточно тяжелая в плане того, что переваривание уходит довольно много сил, это важно понимать, вот. И соответственно вашему организму вероятно, ну может быть просто непривычно, находиться вот в таком вот состоянии, потому что за годы, что вы так не ели, вы его отучили просто. От того, чтобы так питаться и конечно им непривычно. Это совершенно очевидно, что им непривычно. Вот. Понятно, что тут может быть не единственная история, да, понятно, что может быть разные моменты. Вот. Ну то, что вы описываете, то как вы это описываете, по крайней мере, выглядит, ну вот, больше про это. То есть, ну вы говорите больше про это, условно говоря. Вот. Как мне видится эта ситуация. Вот. То есть, да, тут есть, конечно, на мой взгляд, проблематика такого, ну такого плана, да, что вы себе вот, что вы себя не принимаете полно, да, то есть как бы есть такая проблематика, безусловно. Как мне кажется. Вот. Ну, на мой взгляд, тут, ну, именно здесь много зависит от того, захотите ли вы с этим, ну захотите ли вы должны с этим работать. Вот. Поэтому вариант, ну, моменты здесь такие, такие. Вот. То есть, мне кажется, что вот, чтобы вы, ну, если бы вы себе относились бы лучше, да, то есть, если бы вы себя, ну, там, принимали бы вот полный и так далее, ну вот, то вполне вероятно, всех бы, всех бы этой ситуации не было. Ну, ну, изначально, изначально, вообще, не было бы этих ситуаций. Вот. А так, конечно, вам трудно и тяжело. Это правда. Вот. Поэтому, как бы, с физиологической точки зрения, вы, вероятно и очевидно, просто привыкли к определенному образу жизни. Вот. И всё. Вы просто привыкли к определенному образу жизни. Ваш организм привык к определенному образу жизни. Вот. А с точки зрения, значит, психологической, вот, ну, с точки зрения психологии, вы, как бы, у вас есть вот такая история непринятая себя. Достаточно сильная, как мне кажется. Ну, как мне показалось, достаточно сильная. Вот. Вот. Ну, это, опять же, не точно, это только вот точно, что я могу судить. То есть, у себя постоянно доставляло, доставляло быть какой-то другой. Вот. А если вам всё время хотелось. То, что человек к себе запрещает, то оно скрепляется потом в том смысле, что вот хочется, 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 хочется. Вот. Ну, на такой вот, получается, что постоянно знаю. А вот, получается, что ваша жизнь, это вот такая борьба постоянно. Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, это очень, очень грустно, чтобы сказать сразу, мне кажется, что вы достойны больше. В общем, мне кажется, вы достойны того, чтобы от жизни получать больше наслаждения. Мне так, мне так, по крайней мере, кажется, мне так, по крайней мере, видят решать этот лампет, конечно, вам. Но, ну, мне кажется, так. Собственно, ещё один вопрос, который у меня к вам есть. Это вопрос того, что вы хотите выяснить, что, ну, допустим, если это привычка. Вот, если у вас это привычка, да, допустим, а что дальше? То есть, ну, да, вот мы сказали, что у вас эта привычка хороша. Что дальше? Что вы будете делать дальше, если это привычка? Вот. А если это не привычка? Что вы будете делать? То есть, мне кажется, что ваш вопрос, да, он сам такой вот достаточно, ну, как будто бы не определен что-то. Вот, если бы вы, вот, не уверены в том, что хотите спросить. Вот, это ни в коем случае не обвинение, раз, но это скорее пока, знаете, констатация фактов больше. Вот. Так что подумайте пока над этим, да, над тем, как вы хотите свою жизнь прожить, а дальше уже можно будет подумать, как вам помочь, помочь. Вот. В этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok